Рассмотрим теперь практический пример. Поставим перед собой следующую задачу. Построить удобную структуру данных для того, чтобы работать с арифметическими выражениями. Посмотрим, как это может быть реализовано. Перед нами тип данных expression, который инкапсулирует в себе следующие идеи. Во-первых, он может хранить там внутри себя значение типа int, за это отвечает конструктор val. Два других конструктора инфиксные и представляют собой арифметические выражения. Этот конструктор применяется для того, чтобы описать сложение, а этот конструктор применяется для того, чтобы описать умножение. То, что это инфиксный конструктор, видно потому, что он начинается с двоеточия. Это тип данных expression, рекурсивный тип данных. То есть мы говорим, что выражение это либо значение типа int, либо сумма двух выражений. Вот здесь вот мы видим рекурсию. Либо это произведение двух выражений. Мы могли бы расширить наше определение, добавить туда вычитание, деление и так далее. Но здесь эта часть закомментирована. Потому что для того, чтобы понять, как работать с такими выражениями, и какие удобства нам этот тип данных предоставляет, достаточно сложения и умножения. Мы делаем этот тип данных производным представителем классов типа vshow и eq, для того, чтобы уметь выводить на консоль в строковом виде значения этого типа данных, и для того, чтобы сравнивать эти значения на равенство. Для того, чтобы было удобнее работать с выражениями этого типа данных, те операторы, которые являются на самом деле инфиксными конструкторами, объявлены левоассоциативными, как это положено для сложения и умножения. И более того, приоритет для них присвоен такой же, как и приоритет для обычного сложения и умножения в хаскеле. Таким образом, мы можем конструировать выражения разного рода, используя в качестве основы тип вал, конструктор вал, точнее говоря, и для значений, и складывать и умножать соответствующие выражения, не используя скобок. Скобки трактуются ровно так же, как в обычной математике, то есть отсутствие скобок здесь означает, что умножение имеет больше приоритет, потому что у него приоритет выше. А здесь, под умножением, я, естественно, понимаю наш конструктор данных. Теперь мы можем уже конструировать вот такого вот рода выражения, выводить их на консоль, их значения, ну и сравнивать их на предмет равенства. Однако, здесь следует обратить внимание, что сравнение соответствующих значений на предмет равенства происходит не по значению вычисленному этого выражения, а по внутренней структуре. Например, мы можем написать такого рода равенство. Ну, давайте используем val2 плюс val2 и сравним это значение с значением 4. Хотя, с точки зрения значения этого выражения, если оно будет вычислено, эти величины равны друг другу, тем не менее, наш интерпретатор возвращает нам значение false, потому что структурно эти два выражения разные. Для того, чтобы сравнивать на равенство эти выражения, нам следует сначала вычислить. Для этого мы описываем некоторую специальную функцию, вычислитель, который берет значение типа expr, а все эти выражения имеют соответствующее значение, значение expr, это тип данных, который ему определен, и возвращают нам значение целочисленного типа, то есть вычисляют соответствующее выражение. Функция eval определена рекурсией по структуре ровно таким же образом, как рекурсивно у нас определен тип данных выражения. Мы должны перебрать все три конструктора, которые у нас есть, и, соответственно, сделать вычисление. Первый конструктор val очень простой, он просто вынимает то значение, которое там лежит, и возвращает нам. Если мы пользуемся infixным конструктором сложения, то мы просто должны рекурсивно вызвать функцию eval на выражение стоящих справа и слева от нашей функции сложения, и, естественно, сложить результаты. Здесь уже происходит настоящее вычисление, мы пользуемся не нашим конструктором данных, а настоящим плюсом. А в отношении умножения все происходит ровно так же, мы используем споставление с образцом, и в результате можем перемножать соответствующие значения. Ну, теперь мы можем уже вычислять значение выражения, давайте вычислим, например, expression1, вызовем функцию eval для этого выражения expression1, ну, вот мы получим значение 14, действительно, трижды 4 дает нам 12, и прибавление 2 к 14. Можем вычислить также выражение expression2, которое здесь у нас записано ниже. Получаем соответствующий результат 20, умножаем результат умножения 5 на 5 на 4. Следует заметить, что наша функция eval, которую мы только что реализовали, она завершается всегда, хотя эта функция использует довольно сложную рекурсию, то есть при каждом вызове на втором и третьем конструкторе у нас происходит рекурсивный вызов два раза в нашей функции. Тем не менее, можно строго доказать, что эта функция сходится. Действительно, каждое применение этой функции уменьшает в нашем выражении, которое туда передается, количество конструкторов ровно на единицу. Здесь убирается один конструктор val, здесь убирается один конструктор сложения, а здесь убирается один конструктор умножения. Таким образом, хоть наше выражение разбилось на два подвыражения, совокупное число применений конструкторов в этом выражении у нас на каждом шаге становится на единицу меньше. Поскольку каждый наш тип данных конечен, мы, хотя, конечно, в Каскле и можем бесконечное выражение делать, но тем не менее, если мы предполагаем, что переданный туда аргумент является конечным выражением, то тогда наша функция e-val за конечное время отработает и завершит свою работу. Таким образом, эта функция на конечных структурах завершается всегда. Теперь мы уже можем вернуться к нашему предыдущему равенству. Как вы помните, у нас попытка проверить то, что 2 плюс 2 равняется 4, завершилась возвращением нам значения false, потому что равенство определено структурно, а не по значению. Функция e-val позволяет обеспечить нам равенство по значению. Мы просто можем слева и справа вызвать эту самую функцию e-val на выражениях, которые у нас имеются. И по значению оба этих выражения, конечно же, являются одинаковыми. То есть, после того, как мы вычислили 2 плюс 2, мы, конечно же, получаем 4. Смысл представления выражений в виде алгебраической структуры такого вот вида, конечно, не в том, чтобы вычислять их. А вычислять значения выражений мы можем записывать эти выражения прямо на языке хаски. Смысл в том, чтобы осуществлять некоторую алгебраическую работу с такого рода арифметическими выражениями. Например, мы можем, поскольку мы знаем, что умножение дистрибутивно относительно сложения, написать функцию expand, которая будет принимать некоторое выражение и возвращать нам выражение, в которое, однако, все возможные способы применить дистрибутивность раскрыты. То есть, всякий раз, когда мы видим выражение a плюс b умножить на c, вот здесь такого рода e1 плюс e2 умножить на e, или наоборот, e умножить на сумму, всякий раз, когда такие подворожения у нас встречаются, мы раскрываем по дистрибутивному закону соответствующее произведение, получая подворожения, которые уже не содержат, по крайней мере, на этом уровне, вот такого вот, не имеют вот такого вот вида. Ну, как реализована функция expand? Здесь рекурсия по структуре более сложная. Мы должны отдельно обработать те выражения, которые могут быть раскрыты с помощью закона дистрибутивности. Здесь мы пользуемся сопоставлением с образцов. Мы говорим, что если наше выражение имеет вот такой вот вид, или вот такой вот вид, мы осуществляем довольно глубокое сопоставление с образцом, используем не один конструктор, а несколько конструкторов, то тогда мы пользуемся законом дистрибутивности. Для остальных случаев мы просто говорим следующее, что если наше выражение не такой и не такой вид имеет, то тогда мы должны просто перебрать всевозможные варианты. Если у нас выражение представляет собой сумму, а у нас аргумент типа expression, есть три варианта. Сумма, произведение, ну и просто val, значение. Сумму, то тогда мы должны попытаться раскрыть в правом и в левом слагаемом соответствующие выражения. То есть применить функцию expand, дистрибутивное раскрытие, к левому и правому подворожению. То же самое касается и умножения. Ну и, наконец, последний случай, который покрывает единственный случай значения val. В нем, естественно, невозможно провести раскрытие, поэтому мы возвращаем неизменным то выражение, которое к нам приходит. Но к этому моменту, поскольку мы все конструкторы перебрали уже, у нас единственный необработанный конструктор val остался. Поскольку нам нужно вернуть что-то неизменное, то нам здесь нет необходимости выписывать явно конструктор val n, потому что в правой части нам придется обратно собрать этот самый val n. Хотя это не было бы ошибкой написать здесь val n и здесь val n. Ну давайте теперь попробуем, как работает наша функция expand. Возьмем какое-нибудь выражение с произведением. Ну, например, произведение у нас содержало expression 2. И давайте мы вызовем expand для expression 2. Ну вот мы видим, что выражение expression 2, оно имело вот такой вид 2 плюс 3 умножить на 4. Теперь у нас произошло раскрытие скобок и вид выражения, который получился, это 2 умножить на 4 плюс 3 умножить на 4. К сожалению, эта функция написана не очень хорошим образом. В качестве задачки на следующем степе вам будет предложено изменить эту функцию так, чтобы она работала всегда хорошо. А перед этим вы должны найти те случаи, в которых такая версия функции expand не раскрывает все возможные дистрибутивные подворожения. Все возможные подворожения вот такого вот вида.